Сегодня я поделюсь с вами секретами для создания порядка в детской комнате, которыми пользуются профессиональные организаторы пространства. Прокачай свой дом – это мой новый проект по преображению нашего жилища. В течение 7 месяцев мы расслабляем и организовываем пространство вокруг себя так, чтобы нам было комфортно. Я предлагаю каждый месяц выделять на определенную зону в нашей квартире или на определенную комнату. В декабре я организовываю детскую мечты. Кстати, всем привет! Меня зовут Саша. Первым шагом в создании детской мечты было расслабление детских вещей и игрушек. Мы говорили об этом более подробно в прошлом видео. Я оставлю ссылку на него, поскольку это важная часть в организации пространства любого помещения нашего дома. Общий смысл заключается в том, что мы достаем все предметы одной категории и тщательно их пересматриваем. Точно так же мы потом должны организовать хранение этих предметов в удобном для ребенка месте. Здесь важно каждое слово, потому что от этого зависит, будет ли ребенок возвращать свои вещи на их места. И начать я предлагаю с детских вещей. Здесь все просто. Если вы оставили только то, что сейчас ребенку вашему по размеру, только сезонные вещи, а все несезонные вещи убрали куда подальше, то дальше нам только остается понять, сколько места для хранения этих вещей нам потребуется. Мы можем для удобства ребенка и нашего же удобства отсортировать одежду, уделяя ее на нижнее белье, одежда для дома и сна, а также торжественная одежда, ежедневная одежда, ну и спортивная одежда, если вдруг ребенок входит на какие-то кружки или секции. Одежда моего ребенка помещается в этом комоде. Если у вас растет модник или модница, то, конечно же, места потребуется больше. Здесь на помощь придут, конечно же, шкафы и штанги в них. Поскольку одежда для детей обычно меньшего размера, то и места в шкафу требуется меньше. Поэтому вместо одной штанги в отдельном отсеке нашего шкафа мы можем поставить две или три штанги. Можно вместо дополнительных штанг использовать полки и на них уже класть вещи или какие-то органайзеры для хранения вещей ребенка. Итак, вещи мы рассортировали, теперь перейдем к игрушкам. Здесь тоже важно поделить их на категории и также отдельно по категориям и хранить. Кубики к кубикам, деревянные игрушки к деревянным игрушкам, лего к лего. Кстати, если у вас ребенок поклонник лего, то можно хранить не просто лего в одной коробке, но и делить детали по размеру их, или же по их форме, как вам удобно. Кстати, недавно в икее я увидела новую такую коллекцию, это ящики для хранения лего. Внешнее покрытие этих ящиков также напоминает лего платформу, ее можно использовать как основу для городков лего. Если ребенок любит конкретный вид игр, то есть либо он устраивает постоянно гонки, либо у него много каких-то мультперсонажей, либо может быть он любит все ремонтировать, то можно отдельно в категории игрушек выделить определенную зону, как например здесь. Детали от старых самосвалов использованы для того, чтобы хранить инструменты, то есть такая маленькая мастерская. Если вам показалось это хорошей идеей, то поставьте пальчик вверх. Если у вас мягкие игрушки любят ребенок, то можно использовать вот такие большие контейнеры для хранения этих игрушек. Также всегда кладем любимые игрушки ребенка близко, то что не очень он любит, не очень часто играет, все это убираем подальше. В таких подверстных карманах можно хранить и мягкие игрушки, и кукол, и мелкие детали. Мы храним карточки с машинками и разные игры, в которых также задействованы карточки. Вешать такой органайзер нужно на уровень, на котором ребенку будет удобно доставать все нужные ему игрушки. Это очень важно, потому что от этого зависит, положит ли ребенок на место эти игрушки потом, после окончания игры. Если вы любите настольные игры, пазлы, или собирать из палочек разных фигурок что-то интересное, то можно использовать вот такие зип-пакеты, они продаются в хозяйственных магазинах, они на молнии, и очень удобно то, что детали не рассыпают. Также для хранения всяких мелких деталей и игр подойдут вот такие конверты, они продаются в канцелярских магазинах. Пазл в конверте или в пакете с застежкой занимает меньше места, чем коробочка с пазлом. Если ваш ребенок любит играть вот с такими досками, с вкладышами, то вы наверняка сталкивались с тем, что очень сложно подобрать способ хранения таких досок, поскольку эти вставные пазлы, они часто теряются, высыпаются, на бок такую доску не поставишь, и приходится хранить только горизонтально. Можно использовать уже готовый конверт канцелярский, лучше, чтобы он был не из бумаги, чтобы деложался крепче, либо просто из любой ткани пошить такой небольшой конвертик и приклеить его на клей, либо на клеевой пистолет, и хранить в нем детали. Так они уже точно не потеряются. А теперь давайте пройдем в нашу детскую комнату, она у нас недавно после ремонта. Если вы, кстати, хотите посмотреть, как она выглядела до ремонта, то я показывала недавно это видео про уборку, ссылку вы видите на своих экранах. Здесь сейчас ведет процесс смены организации хранения, и я хочу вот этот угол за дверью задействовать, и здесь организовать хранение книг. Для этого мы приобрели две полки в Икее. Забегая вперед, скажу, что, наверное, приобрету еще две. Здесь удобно, что есть бортик, и ставя книги на эту полку, они не будут падать или соскальзывать. А еще дополнительные полки хотим купить, потому что, во-первых, еще часть книг у нас осталась не распределена на этой полке. Ну и этот способ хранения очень понравился нашему ребенку, и он прям с удовольствием своей книжки все раскладывает. Давайте проверим, какое количество машинок поместится на этой полке узкой. Вот что осталось от моих машинок после того, как я их распределила по такой вот узкой полке. Мне очень нравится результат. Я нашла еще несколько примеров их применения. Можно здесь хранить вот такие стаканчики навесные. Тоже я их брала в Икее для рейлинга. Если у вас нет такой полки или таких стаканчиков, не расстраивайтесь. Можно организовать хранение на стене с помощью простых крючков и досок, из которых можно сколотить такую самодельную полку. Кстати, перебирая нашу одежду в шкафу, я поняла, что у нас достаточно свободного пространства, чтобы вот эту часть шкафа отдать под хранение детских вещей. У нас есть крупные машины, и сейчас мы организуем здесь им хранение. Кстати, видите эти наклейки на двери? Это вот недавнее моё ноу-хау. Я надеюсь, эта идея пригодится другим мамам в реализации каких-то творческих порывов вашего ребенка. То есть, если ему очень хочется клеить наклейки везде и всюду, если ему хочется рисовать на стенах, приклеивать какие-то карточки, вы можете ему выделить конкретную часть в вашей квартире, и эта часть будет не на виду. Итак, берем две полки, устанавливаем их в шкафу, и вот теперь приносим сюда все наши крупногабаритные машинки. Не забывайте при хранении детских вещей использовать ярлычки, надписи, какие-то ассоциативные картинки, чтобы ребенку было проще ориентироваться, где что у него находится. Например, мы иногда на открытые полки клеим картинки машины, которые там должны стоять, и так ребенку проще понять, куда он должен вернуть конкретную машинку. Какими секретами вы пользуетесь для поддержания порядка в детской, для организации пространства в ней, напишите, пожалуйста. Я надеюсь, что это видео было вам интересно и полезно. Спасибо огромное за просмотр. До новой встречи, ваша Саша.